Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим Пивалов, я ведущий Русского Радио, и это подкаст «Здоровье по-русски». В наших выпусках мы будем говорить о том, как сохранить драгоценное здоровье, ведь давно известно, что профилактика превыше всего. Ну а если проблемы все же имеются, как решить их быстро, эффективно и с наименьшими затратами? Современный человек – это прежде всего человек занятой. Чаще всего нам не хватает времени на самое важное – на себя и на свое здоровье. Зная, как вы заняты, мы и придумали подкаст «Здоровье по-русски», где не вы приходите к врачу, а самые лучшие врачи страны сами приходят к вам. Меня зовут Максим Пивалов, устраивайтесь поудобнее и не пропустите очередной прием. Сегодняшний выпуск будет особенно важным, потому что большинство из нас только от одного названия этого заболевания впадают в ступор. Многие вообще предпочитают принцип «меньше знаешь, крепче спишь». Хотя мировая наука давным-давно доказала, что чем раньше узнаешь, тем выше шанс на долгую и счастливую жизнь после излечения. Тема эфира звучит так – «Правда и мифы об онкологических заболеваниях». Напротив меня в нашей студии Елизавета Юрьевна Васильева, врач-онколог СМ-клиники. Елизавета Юрьевна, добрый день. Добрый. Ну что, первый вопрос, который я хотел бы вам адресовать, опять же, да, «Правда это или миф?» – рак, болезнь 21 века. Так, устойчивое утверждение, и у людей складывается ощущение, что до 21 века люди раком не болели. Так это или нет? Это не так. На самом деле впервые появилось упоминание об онкологии в Древнем Египте. То есть я не буду углубляться, там кто-то написал, что имелось какое-то заболевание, от которого все умирали. Достоверно уже мы впервые слово «рак», да, «карцинома» появилось благодаря нашему древнегреческому врачу Гиппократу, который впервые это обнаружил. Он это описал, вскрывая трупы, найдя это заболевание, дал ему название «карцинома», что переводится как «рак». И если мы обратим внимание, то до нашей эры уже это заболевание существовало. Ну разве что неандертальцы, может быть, не болели, потому что просто не успевали доживать до этапа, когда там рак их настигал. Раньше лев пещерный съедал. Все верно, все верно. То есть рак – болезнь, которая с человечеством идет давно и рука об руку. Все верно. Сейчас, в 21 веке, все-таки рак ускорился, помолодел, стал более обширным, да или нет? К сожалению, да. Во-первых, помолодел. Если раньше, вот я даже могу привести пример, 10 лет назад моими пациентами были 60-летние, да, то есть там вокруг них внуки, дети, вообще все. Он как у Христа за пазухой, я так называю, да. А потом как-то так резко, внезапно я начала понимать, что больше и больше ко мне приходят пациентов, начиная с 15 лет и как бы, ну, 30 лет. Вот самый молодой пациент на моем этапе, да, это 15 лет, мальчик, рак языка, вообще непонятно откуда, почему и так далее. И, к сожалению, да, если болеет молодой, это намного опаснее, чем будет болеть возрастной пациент. Почему? У молодых клетки очень быстро делятся. Если мы берем пациентов, ну, за 50, да, у женщин это уже именно пауза, у мужчин там кризис среднего возраста, как это называют, да, у них клетки уже медленнее делятся, и онкология медленнее растет, да, ее можно поймать на раннем этапе. У молодых, к сожалению, мы это уже ловим, когда опухоль достигает достаточно крупных размеров. И почему-то у многих врачей, да, в поликлиническом звене существует такое, что молодые не могут болеть. Это неправда. Очень часто, и сейчас это прям пул. Даже скажу, от 20 до 30 лет это рак молочной железы, вообще безумный приходит, да. Молодые парни болеют, там, рак кожи, это вообще распространенное, начиная тоже с 18 и выше, да. Почему? Это экология плохая, это стресс вечный, это темп-ритм жизни безумный наш, это продукты модифицированные, или вот эта вот мусорная еда, на которую мы сейчас, к сожалению, многие, да, избавиться от нее не можем. Вот все, что вы назвали, на самом деле, да, это правильно, да, но это такие маленькие нюансы, которые на все это влияют. Я все-таки такой сторонник, да, если мы с вами сравним, там, 20 лет назад или 20 лет, вот 20 лет назад и сейчас, да, вот я вспоминаю, что меня привозили к моей замечательной бабушке, и я шла на огород с удовольствием, с огорода срывала этот лучочек зеленый, съедала, не мое, съедала его, и со мной ничего не случалось, да, я ничем не заболевала, мне не было плохо, у меня не было изжоги, ничего. Сейчас попробуйте не помыть лук, что с вами случится, да ужас, да. В то же время в школе, да мы в школе, мы бежали в школу с счастьем, там, встретимся со своими друзьями, будем учиться, что-то новое и так далее. Сейчас, когда ты смотришь на современных школьников, да, такой пример, такое ощущение, что они уже в стрессе в каком-то определенном. Они же устали. Они уже устали, они уже хотят уволиться с этого. На пенсию уже, да, так и есть, да. Потому что на них реально с самого первого класса идет определенный стресс, да, но раньше такого не было. Это все в совокупности, к сожалению, влияет на то, что, может влиять, я не берусь доказывать, да, но это реально влияет на то, что онкология стала появляться. То есть явного какого-то одного триггера нет, да? Нет, нет. Это все в совокупности. Это все в совокупности. Хорошо, а наследственность? О, наследственная предрасположенность, это как один из факторов. Об этом очень хорошо все знают, да, люди, которые приходят на прием, они, в принципе, уже знают, что у них там мама, папа, дедушка, бабушка в дальнейшем поколении. Но наследственность не всегда проявляется, да. Если у тебя там бабушка болела онкологией, это ни в коем случае не скажет, что у тебя 100% будет онкология. Это какой-то шанс, да. Но то, что ты носитель этих генов и можешь передать их своим детям, да, об этом нужно знать, об этом нужно говорить. Да, наследственность влияется, но, честно скажу, на своей практике не так часто это вижу. Чаще все-таки это общепопуляционный рак, который возникает, ну, вот непонятно от чего. А как вы относитесь к вот этой мировой практике? Сейчас особенно на Западе распространена, да, когда ты делаешь скрининги, и тебе, я уж не знаю, доктор или искусственный интеллект рассчитывают, что велика вероятность в будущем вот рака этого органа или там еще чего-то, и люди заблаговременно, там, да, удаляют молочные железы или еще что-то. Ну, я на самом деле, с одной стороны, очень хорошо, да, когда ты знаешь, где у тебя может быть какая-то проблема, ты вооружен. Но ведь может и не быть. Да, конечно, может и не быть. Удалять органы просто так. Орган создан для человека, ну, не просто так, да, а та же самая, когда мы удаляем матку, поверьте мне, ну, тоже женщина, знаешь, типа, нет органов, нет проблем. Неправда. Если удалить матку, там начинаются другие гормональные изменения, которые, да, возможно, у тебя онкологии не будет, потому что матки-то нет, но у тебя будут другие проблемы, ты будешь работать с эндокринологом, с гинекологом, ты будешь по другим историям мучиться. Зачем это делать? Потому что лучше ты профилактически наблюдаешь за собой, да, если что-то возникнет на первоначальном этапе, какие-то подозрения, какие-то хронические заболевания, лучше мы тогда уже будем что-то решать. А не когда у тебя идеальная матка, все отлично, все хорошо, а ты идешь ее удалять. По вашему опыту, да, я знаю, что вы занимаетесь диагностикой и лечением любых локализаций, то есть и молочная железа, и щитовидка, и какие-то истории с кожей связанные. Все-таки самый распространенный сейчас вид рака – это какой? Смотрите, если мы не будем с вами брать, вот можно поделить, как мужчина и женщина, да, если мы берем женщин, то здесь у нас вот такой топ заболеваний, это молочная железа, естественно, это органы малого таза, да, ну там все, яичники, матка, шеи, коматки и щитовидная железа. Ну, не знаю, как так вот почему-то у девушек больше встречается. Если мы берем мужчин, то тут рак предстательной железы, легкие, ну это, наверное, из-за того, что мужчины чаще всего курят, и рак желудочно-кишечного тракта. Это же неправильно питается. Ну, наверное, неправильно питается, и сидящий образ жизни тоже складывается на них. А если мы уберем вот гендерную принадлежность, да, то здесь, на самом деле, чаще всего на практике, думаю, все врачи со мной согласятся, рак кожи. Я даже его не буду делить, я прямо вот в совокупности скажу, туда входит все, и туда же меланома. Хотя это неправильно, но все вместе. Это прям вот, знаете, как один из десяти пациентов придет с таким заболеванием. То есть пользуйтесь солнцезащитным кремом, это не просто какой-то маркетинговый слоган, да? Это вот самая главная рекомендация. Самая важная, самая главная рекомендация, солнцезащитные крема, это не просто так, это нужно делать, да. Почему вообще люди заболевают раком? Вы сказали, что непонятно, откуда он берется. А удалось ли установить какой-то вот этот механизм? Вы знаете, ну вот существует одна теория, которой я придерживаюсь, которая мне очень нравится. Вот мы сейчас с вами сидим, у нас происходят постоянные мутации, да, вот вроде бы. Но у нас настолько интересный организм, что у нас существует репаративная система, которая эти мутации убирает. Поэтому у нас с вами онкологии нет. Но, к сожалению, человек, он проживает достаточно сложную жизнь, он болеет различными другими заболеваниями, помимо онкологии. Он стрессует, причем, бывает, очень сильно стрессует, особенно смерть близкого человека, да, там уволили с работы. И вот эта репаративная система, она, ну, направляется вообще в другую сторону и не срабатывает, и пропускаются вот эти мутации. Достоверно сказано, что достаточно пять таких эпизодов жизни для того, чтобы образовалась онкология. Почему я придерживаюсь этой теории? Если хорошо общаться с пациентами, ты всегда найдешь точку отчета. Например, у меня там умер муж, мое здоровье посыпалось. Конечно, определенный стресс был, этот стресс до сих пор продолжается, она не может из этого стресса выйти, естественно, что-нибудь, да, случится. Или, например, какая-нибудь болезнь была. Ну, конечно, человек вот, многие сейчас после ковида пережили, кто-то очень сильно болел, кто-то, да, стресс. Да, конечно, стресс. Естественно, ну, не у всех, понятное дело, людей. Разумеется, да. Не у всех. Это тоже, вот этот механизм тормозит, да. Он направлен на то, чтобы убрать первую причину, но не работает вот с основной мутацией. То есть, может быть, антидепрессанты не самый плохой еще и совет, да? Если у вас сильный стресс, то прежде всего лечите нервы. Как сказал знакомый психотерапевт в нашей клинике, он говорит, Лиза, весь мир сидит на антидепрессантах. Поэтому, наверное, да. То есть это сбой. Это системный сбой, причем неоднократный, а несколько подряд, когда просто мы пропускаем тот момент, организм сам должен был исправить. Все верно. Хорошо. Рак заразен или нет? Вот случилась эта мутация. Возможно ли ее как-то передать? Рак не заразен. Люди, которые болеют онкологией, ее не передают ни воздушно-капельным путем, ни при пожатии. Это обычные люди, социализированные, которые работают среди вас. А если, прошу прощения, а если это там супруги, то каким-то, не знаю, половым путем? Не половым путем, ничего не передается, ни в коем случае. Рак – это болезнь человека, единственный метод его передачи. Это вот, ну, это прям вообще кузуистический случай. Переливание крови? Да не переливание даже крови, пересадка органа от больного онкологии. Есть такой случай, есть такая практика, но это вообще, ребят, ну... Вы просто, почему я уточнил, это очень распространенная практика. Да, я знаю. У человека рак, все. Нет-нет-нет. Звонить не будем, общаться не будем, пусть сам себе лечится, там вот вылечится, пусть приходит. То есть это надо понять, друзья. Первое-наперво, что вы отталкиваете, отторгаете человека, вы ему делаете хуже. Конечно. Вы лишаете его поддержки. Да, все верно, потому что пациент, который столкнулся с таким диагнозом, ему нужна прям вот бомбическая поддержка, среди своих же родственников. Может быть, окружающие ему не так важны, как родственники. Это не заразная болезнь. Сейчас я еще раз хочу этот момент проговорить. Два вида есть людей. Одни, которые от себя гонят мысль. Это не со мной, у меня этого никогда не будет. Нет-нет-нет. Меньше знаешь, крепче спишь. А другие прислушиваются к каждому чиху, аху, вздоху организма и сразу бегут что-то там сдавать и проверять. Вообще, какая должна быть, ну, не знаю, модель поведения, жизни, чтобы и не пропустить, и не свести себя с ума? Вот, знаете, я сама к такому типу отношусь. Знаете, меньше знаешь, крепче спишь, да? Но должна быть какая-то золотая середина. У наших людей ее нет. Либо мы обследуемся каждый месяц, есть у меня такие пациенты, я их уже выгоняю. Говорю, еще раз придешь, и ты вообще принимать не буду. Ну, серьезно. Они, мне кажется, да, даже знаю о таком, я говорю. По абонементу. Да-да-да, они прямо, Лиза Те Юрьевна, у меня здесь какое-то пятнышко появилось, все, я умираю и так далее. Говорю, ну, пятнышко, например, травмировался, а это, например, кровоподтек. Ну, настолько уже. А есть пациенты, которые, ну, не, Лиза Те Юрьевна, я не приду, у меня все хорошо. Ой, это пример моей родители. Ну, у нас же ничего не отваливается. Я говорю, ну, давайте подождем, когда что-то отваливается, и что я буду с вами делать-то в итоге. Значит, а что здесь нужно делать? Значит, во-первых, всегда мы прислушиваемся к своему организму. Лучше, на самом деле, дойти до доктора. Не сразу к онкологу не надо, к онкологу идти. Существует очень много специальностей, да. Болит желудок? До гастроэнтеролога. Болит спина? До невролога дойти. Болит что-то еще? Идти к узкому специалисту. Ну, или в крайнем случае, ну, что-то болит, дойдите до терапевта, он вас направит, все расскажет и так далее. Не всегда это онкология. Существует большое количество болезней хронических, которые мы не лечим. Например, очень часто, когда приходят ко мне пациенты, и начинаешь их расспрашивать, о каких у них есть сопутствующих заболеваний, да. Вот такой пример. Мужчин спрашиваешь, они говорят, ну, у меня, как у всех, хронический гастрит. Ребят, хронический гастрит разный бывает. Один из хронических гастритов очень хорошо лечится. Вы пропили таблетки, и все, вы как бы не ходите к доктору. А есть, например, гастрит, который может привести к онкологии, и за ним нужно наблюдать. Да, то есть вот все, с чего начинается. Если вас что-то беспокоит, есть специалисты узкого профиля. Онкология из воздуха не появляется. Она появляется на фоне чего-то, не лечи ногу. Тут это очень важный момент. То есть сначала должно быть какое-то текущее заболевание, которое уже потом может перейти в онкологию. Да. То есть поэтому, если у вас есть какие-то первые симптомы, тем более очевидные, сразу идти к доктору, который этим профилем занимается. Конечно. А вот какие симптомы, которые точно нужно показаться, после которых точно нужно показаться к онкологу? Смотрите, ну, на самом деле, это единственный симптом. И, к сожалению, он уже как бы говорит о том, что нужно было давно показаться к онкологу. Это пальпируемое образование. То есть когда человек, ну, например, возьмем женщину, чаще всего они приходят, когда что-то нашли в груди. Это не говорит о том, что все, это последняя стадия, ни в коем случае, но это уже что-то выросло. Больше двух сантиметров. Ну, в классике, да. То есть это уже вторая стадия, то есть где-то была раньше. Да, всего лишь нужно было профилактический какой-то осмотр проходить. Что еще может? Если снизился аппетит, да, то есть вот ты каждый день там кусочек мяса ел, такой счастливый и так далее, вдруг что-то как-то уже в течение месяца и не хочешь, и вообще есть не хочешь. Это тоже стоит обратить внимание. Есть такие симптомы, например, знаете, вот люди, например, не любят, вот женщины, мужчины не любят что? Гинекологов и коллапрактологов. Кто в здравом уме пойдет показывать, да, к этим врачам? Но если у вас есть какие-то аномальные кровотечения, что-то не так, то дойти до врача. Просто покажись. Возможно, там ничего, правда, страшного. Если обострение хронических заболеваний, тебя подлечат и отпустят. Никто с тобой ничего плохого делать не будет. Как часто надо проходить осмотры? Достаточно раз в год. То есть это полный должен быть чекап организма? Ну, смотрите, опять же, любой человек – это индивидуальный организм. Есть существующие чекапы женские и мужские, которые соответствуют возрастной категории. Ну, например, берем женщин. Это мамолог, гинеколог, эндокринолог. У мужчин там меняется кто? Уролог, соответственно. Да, уролог. Попроще, да? Уролог, эндокринолог тоже. Ну, и методы исследований немножко другие. Плюс мы учитываем то, что из сопутствующих заболеваний есть, какая есть у нас следственность, да? То есть мы на это обращаем внимание. Раз в год достаточно проходить обследование. Я всегда пациентам говорю, поверьте, профилактика, то, что вы вкладываете, даже если вы в частной клинике тратите деньги, она окупается. Да, она окупается. То есть из года в год, когда проходим обследование, можно заподозрить онкологию. Замечательный пример. Это девушка, которая у меня, как у мамолога, раз в год приходила обследование, делала УЗИ молочных желез. И вот на этот раз делая УЗИ молочных желез, доктор мне говорит, Лиз, ну, какое-то непонятное образование, она говорит, я не скажу, что это онкология, всего лишь 5 миллиметров. По идее, по клиническим рекомендациям мы туда как бы и лезть не должны, 5 миллиметров всего лишь. Но учитывая то, что пациентка уже как родственника, которая уже здесь прописалась, я говорю, смотри, можно пойти по одному пути, можно делать кучу обследований или динамически наблюдать. Либо давай мы сделаем пункцию, подтвердим, что там. Да, да, нет, нет. Естественно, когда мы делаем пункцию, цитологически приходит рак 5 миллиметров, то есть это вообще ни о чем. Ей сделали операцию, ее там пролечили, жива, здорова, все. 33 года, здорово, отлично. Это благодаря тому, что она ежегодно проходила обследование. А так бы пропустили и как бы и все. Мы обязательно поговорим о том, операбельное, неоперабельное, как лечить, что лечить. Но вот давайте момент, когда все-таки диагноз подтвержден. Рак. Что дальше делать? Потому что у людей начинается паника, ужас. Как правильно себя вести? Что делать? Ну, естественно, я всегда пациентам говорю, у вас есть сутки, значит, паникуем, плачем, расстраиваемся. Прожить все эти стадии, гнев, торг, отрицание. Сообщаем своим обязательно родственникам, все объясняем и поехали работать. Если пациент готов лечиться, у нас такая тактика. Значит, первое, что мы должны сделать? Мы должны вообще найти этот вот. Мы нашли онкологию, мы измерили ее всеми возможными исследованиями. Чаще всего это либо УЗИ, либо рентген, либо КТ, МРТ, под КТ. Это вообще в крайних случаях. Это вредно для организма? Нет, вообще ничего не вредно для организма. Ну, кстати, это же распространенный момент, когда человек себе раз в год дарит подарок. Полную компьютерную томографию организма. Это то, что нужно. Ну, это, конечно, вообще... Я себе тоже хочу такой подарок сделать. Это не дешевый подарок, считается. Ну, это даже перебор немножко. Можно сделать... Там покажут, если что? Конечно, конечно. Но, нет, смотрите, тут тоже свои нюансы есть. Есть обухоли, которые не подаются визуализации на КТ. Поэтому я считаю, что здесь вот именно надо начинать с малого. УЗИ достаточно. Дальше уже идет гипердиагностика. Очень часто такое бывает, когда на каких-то КТ, МРТ исследованиях что-то находят, а оказывается, это просто какая-то вот, ну, фиброз. Тень. Тень, да, реально. Тень упала, да. Тоже один из примеров. Пациентка готовила к операции, там, ничего страшного. И рентгенолог, ну, не со зла, естественно, ей объясняют, что у нее какой-то тень в легком. Бабушка эпохондриальная, если можно так сказать, все. Она уже себя похоронила. Она мне пишет, говорит, Елизавета Юрьевна, я умираю, я поехала на КТ, там, у меня что-то нашли. Поверьте мне, там все чистенько. Там просто произошло наложение ребер друг на друга. И она вот уже третий год прошел, она меня все равно спрашивает, Елизавета Юрьевна, у меня там в ребре ничего нет, и я уже устала говорить ей, что ты самый здоровый человек на свете. Вот просто, да. То есть я правильно понимаю, что если что, первое, нужно сделать к УЗИ. Лучше делать УЗИ, да. То есть если там есть какие-то проблемы, что-то заболело, какие-то нюансы, сходите к УЗИ специалисту. Он просмотрит и скажет, да. Если что-то там находится, он это найдет. То есть рак виден на УЗИ? Он не весь, конечно, не все объемы, но, скажем так, от сантиметра не видит. Вот вам пример. Считовина железа. Она сама по себе небольшая. Небольшая, да. Но наши специалисты, вот на моей практике, молочная железа 5 миллиметров, щитовидная железа 7 миллиметров, мы находили рак. Видно, видно. Есть, конечно, такие сложные локализации, как желудочно-кишечный трак, там тяжело просмотреть. Но я вам скажу, если там все-таки есть какая-то объемная опухоль, которая мешает, чаще всего люди приходят, когда у них есть какие-то симптомы, мы увидим. Хорошо, сделали УЗИ. Это мы сейчас про диагностику говорили, да? Да, мы про диагностику. Мы нашли первичный очаг. Вот, все. Самая основная задача сделать гистологическое исследование, подтвердить, потому что существуют различные вариации онкологии, все они по-разному лечатся, даже в молочной железе. Там аж 4 варианта. Какая-то с хирургией, какая-то с химиотерапией, какая-то с лучевой терапией, какая-то с гормонов лечится. Потому что нам нужно что? Правильно начать лечить человека. Гистология. Гистология-то не страшно, это вообще ерунда. Это пункция, да, так называемая? Да, так называемая пункция. Это делается с помощью специального такого, мы его называем пистолет, да, то есть забираются столбики ткани. Пациентка пришла, мы все сделали, она ушла, а дальше заниматься своими делами. То есть не надо ни госпитализации, ничего. Просто вот быстро все это делается. Где-то вот гистологическое исследование от 5 до 7 дней занимает, плюс специальные методы исследования, там, иммуногистохимическое исследование, если потребуется, да. Ну, где-то в 10 дней точно занимает вот это все исследование. Дальше наша задача понять, насколько распространен процесс. Есть ли где-то отдаленные очаги? Здесь мы вот как раз применяем МКТ, МРТ, в зависимости от того, что мы, ну, какой орган, ну, и что мы ищем, да. То есть мы все сторонние изучаем, чтобы понять, с чем имеем дело. Самое важное, на самом деле, в первый этап, это правильно диагностировать и поставить правильный диагноз. Дальше все будет лечиться. Очень часто преднабрегают вот этими всеми методами исследования, то есть то дорого, то недорого, но, поверьте мне, когда ты знаешь, где у тебя есть проблема, ты знаешь настоящий диагноз, ты начинаешь правильно лечить. Это вот такой нюанс. Бывают ли случаи, когда какая-то такая странная ситуация, что не поддается анализу, и ты боишься принять решение, и что тогда? Ну, подбросить монетку, да, это самое неочевидное. Может быть, как-то у вас есть, не знаю, совет онкологический, куда можно обратиться, там, и коллективно, коллегиально принять какое-то правильное решение? Ну, все верно, все верно. Естественно, вообще лечение пациента онкологическое никогда не принимается одним человеком. Вот мы его комплексно дообследовали, даже если я прекрасно понимаю, какое будет лечение, это лечение мы должны обсудить совместно с нашими профессорами. Например, у нас в клинике онкоконсилиум проводится в составе группы, значит, наш главный онколог, профессор, гематолог, химиотерапевт, вообще великий человек, он сидит во главе. Дальше идут химиотерапевты отдельно, хирурги отдельно, ну, и лучшие терапевты, радиологи. И я им предоставляю пациента всю информацию, что, где, когда, каких размеров и так далее и тому подобное. Я говорю, я считаю, что на данный момент нам нужна такая терапия. Они говорят, да, согласны, мы расписываем эту терапию, все, мне дано, как бы, лечи. Иногда они говорят, нет, в данном случае, на чем с того-то. Например, вот сейчас, на данный момент бывает такое, что вот начали лечить пациента по одной схеме, понимаем, что эта схема не работает, значит, мы проводим очередной консилиум, не плановый, да, чтобы поменять эту схему на более эффективную, да. Опять же, мы все вместе собираемся. Помимо основных, да, людей, которые работают в онкологии, также сидят наши коллеги, гематологи, терапевты, гинекологи, все, все участвуют вот в этом консилиуме. И принимаем решение все вместе. То есть одна голова, хорошо, а несколько голов, это консилиум, как мы постановили. Хорошо, лечение идет. Можно ли излечить рак? Или это все-таки исключительно стадия, которая называется ремиссия, когда он, ну, находится в подавленном состоянии? Можно. Есть формы рака, которые очень хорошо лечатся, подаются лечению. Есть формы рака, которые, да, как вы говорите, уходят в ремиссию, мы всегда в голове держим, что она у него есть, но человек всю жизнь проживает, и никогда она не возникает. Есть, когда, да, к сожалению, чаще всего люди приходят, вот особенно в частные клиники, за последней такой помощью. И я вам так скажу, от онкологии редко кто умирает. Умирает от каких-то сопутствующих, да, патологий. Пример, пациент, его просто жена привела, парень, 40 лет, метр восемьдесят два, вес тридцать килограмм. Ух ты! Его жена привела, я не просто говорю, он ходить не мог. Когда они мне показывают анализы, там, о каком специфическом лечении речь не идет, нужно его вернуть к жизни, как-то его восстановить. А причина такого экстремального веса? Когда у нас с онкологией у нас идет интоксикация, и человек отказывался кушать, у него развилась саркопения, да, то есть он потерял мышечную массу. И, естественно, лечение, когда у нас нет белка в организме, оно неэффективно, потому что белок – это переносчик. То есть наш первый этап – это хотя бы набрать вес. Естественно, пациент, как всегда, все отстанет от меня, я умираю, ничего не хочу. Вот, но жена, боец, я до сих пор ее вспоминаю, как мы с ней боролись, и у нас получилось с ней до 45 килограмм. Откормить. Откормить. Местный химиотерапевт, он начался по месту жительства, сказали, вам еще нужно 5 килограмм, чтобы мы его взяли на лечение. Я думаю, откуда мы эти 5 килограмм возьмем? Ну, пытались, конечно, да, но он себя намного стал лучше чувствовать, сам ходить стал, это уже, слава тебе, Господи. С нашей руганью начал есть, дополнительное питание, самостоятельно. Но, к сожалению, это уже криминал был. То есть это 30 килограмм, метр восемьдесят два, но это она уже его принесла. Но мы, я вам скажу, знаете, ну, три года мы его продержали, да, то есть там распространенная опухоль, тяжелая была, естественно, без лечения, но ничего не получалось. Но он умер от чего? Он умер от сопутствующего заболевания. Если бы он не ушел в саркопению, если бы это все контролировали, профилактировали его питание, он бы еще дольше продержался, а может быть и вылечился. Но, к сожалению, вот эта вот такая сопроводительная терапия, тяжело амбулаторным онкологам постоянно следить за огромным количеством пациентов. Ты им расписываешь, что нужно, но не все же это выполняют. Ну, мы о мотивации тоже непременно поговорим. Вот вы сказали, да, что человек все, отказывается бороться, я умираю, я это принимаю. Мы обязательно об этом поговорим, потому что это, какие бы средства не были, какие бы там блестящие результаты наука не показывала, если бы нет стойкого желания побороть, одолеть, вернуться, всем доказать. Иногда не срабатывают даже самые лучшие лекарства. По поводу способов лечения, да, вы уже сказали о том, что их огромное количество, великое множество, в вашей клинике все есть, вы все делаете. А в нашей клинике единственное, что нет, это лучевой терапия, но у нас есть сотрудничественные компании, куда мы пациентов отправляем, которые занимаются этим, да, потому что, ну, лучевая терапия достаточно требует вообще, мне кажется, отдельного здания, отдельного вообще, ну, там очень все сложно, история непростая. Практически все. Лечится практически все локализации, ну, наверное, кроме опухоли головы и шеи, потому что это специфическая такая локализация, рак языка, рак носоглотки и так далее, и тому подобное. И легкие, потому что они очень требуют специализированной реанимации после операции, да. Естественно, мы таких пациентов не бросаем, мы всегда их комплексно обследуем за короткий промежуток времени и отправляем вот целенаправленно в городские учреждения, да, где их уже продолжают лечить в условиях, вот, которые я сказала. Потому что первая ассоциация всегда рак, это химиотерапия. Не, не всегда. Ну, вот так вот распространено. Я прекрасно понимаю, значит, существует три вариации лечения. Я думаю, что многие об этом знают, это хирургия, химиотерапия и лучевая терапия. Вот эти три методики. Они как самостоятельно работают, так и работают в совокупности. Самым радикальным считается, это, конечно, хирургический метод лечения, как бы это ни звучало сейчас грубо, отрезал, забыл. Ну, ну, и сечь, и все, причем мы иссякаем, отправляем на гистологию, нам говорят, ребята, все чистенько, все хорошо, нигде ничего нету, молодцы. Химиотерапия, она уже назначается, когда мы понимаем, что где-то есть какие-то клеточки, в голове держим мысль, что они уже где-то циркулируют в крови, и нам нужно человека с правопацией брать перед хирургическим лечением. Либо есть онкология, которая очень хорошо поддается химиотерапии. Тоже сейчас я скажу такую локализацию опухоли головы и шеи, да, вы представляете себе, если что-то надо удалить, это, ну, уродство, да, это человек там не может говорить, например, тот же самый рак языка. Там есть методика, которая, ну, химиотерапевтически очень хорошо лечится. То есть сохраняет орган? Да, сохраняет орган. Да, химиотерапия непростая, но человек живой, орган на месте, говорит, может работать, может, все может делать. И лучевая терапия. Лучевая терапия, она тоже вот из этой оперы, мы, ребята, сейчас здесь не заработаем, но лучевая терапия в данном случае поможет. Тоже как одна из методик, да. И в совокупности есть химия, лучевая терапия, да, есть там, как я говорю, кровосмешение вот этих методов, да, и они реально помогают. А вот таргетная терапия, это относится к химии? Ну да, мы можем ее отнести к лекарственной, да, мы ее так называем лекарственной терапией, а таргетная терапия сейчас очень хорошо развивается. Что это такое, если в двух словах? Если в двух словах, это, грубо говоря, таблетка, капельница, которая вы выпиваете, либо вам ее вкалывает, и она точечно действует на опухоль. Получше химиотерапии, почему? Потому что химиотерапия это воздействие на все клетки организма, и на здоровый, и на нездоровый. Таргетная, она же как точечная терапия, она действует именно на опухолевые клетки. Но она, и, к сожалению, скажем так, более дороже. Ну, для всех видов рака она возможна? В большинстве видов, да. То есть уже изобрели, синтезировали достаточное количество лекарств, чтобы с помощью Таргета вылечить, ну, или хотя бы воздействовать на все виды рака. Все верно, да. Это очень хорошая новость, это очень здорово. Сейчас в нашей стране возможно все достать? Понятно, что вопрос цены, но тем не менее. Да нет, можно, конечно, все достать. Есть даже специальные клиники, которые именно на вот Таргетной терапии специализируются, если мы понимаем, что не в наших силах это достать. Мы туда пациентов отправляем. Тяжеловато сейчас стало, но достаем, достаем препараты и иностранные препараты. И русские препараты тоже неплохие, но у них есть свои особенности. Да, если о них знаешь, то тоже можно все лечить, проводить и так далее. Ну, кстати, как у нас с фармой в этом смысле, в этом направлении? Ну, например... Мы развиваемся? Мне тяжело сказать, потому что, может быть, для каких-то локализаций мы развиваемся, потому что, ну, у меня все равно такой более ограниченный, хоть я и со всеми работаю локализациями, но я не все лечу локализации. Нельзя сказать, что мы стоим на одном месте, есть где-то какие-то подвижки, но они намного медленнее, чем где-то в других странах. Ну, здесь свои нюансы в клинических всяких исследованиях, возможностях, невозможностях, да. Стабильно наши препараты, которые применяются для лечения, там, рак молочной железы, ракопредстательной железы, да, пожалуйста, вот они все доступны, по ценовой политике очень доступны, но у них есть определённые там свои нюансы, но это вот уже как химиотерапевты, мы об этом знаем, мы это учитываем. Хорошо, мы встретились для того, чтобы поговорить и записать этот подкаст в октябре. Октябрь – это традиционный месяц борьбы с раком молочной железы, РМЖ, да, так сокращённо называется, врачи говорят. Почему именно октябрь? Ну, вот вообще, исторически, да, в 1993 году исследовательский институт США, который создал фонд борьбы по поводу рака молочной железы. Тогда ещё не было так распространено всё, и решили, что вот октябрь, это будет месяц, такой называемый розовый октябрь, месяц для того, чтобы привлечь... Женский месяц, да. Ну, как женский месяц, да. Привлечь людей к этой проблеме, чтобы они задумались, что такое может быть, как-то профилактически обследовались и так далее. Это очень хорошо. Почему? Потому что, например, в крупных центрах, там, например, в Герцена, в Блохина, в такие дни проводится, например, можно записаться и бесплатно тебе проведут там обследование маммографии, УЗИ молочных желез, ты получишь консультацию крутых специалистов. Это очень хорошо. Это прям вот то, что помогает диагностировать рак на первоначальных этапах, да. То есть человек смотрит, думает, ну, вон, пойду схожу, тем более бесплатно. Почему бы нет? Тем более, боже мой, в Герцена, да. Ну, это очень хорошо. Ну, рак молочной железы это исключительно женское заболевание? Нет, в общем-то... Ну, у нас нет молочной железы. Ну, грудная. Ну, я имею в виду... Да, очень часто бывает, скажу так, я за свою жизнь, наверное, встретила один раз мужчину, спортсмен молодой, который очень любил баловаться вот этими всякими добавочками. Вот это, конечно, важно. Прям очень. Ну, он прям спортсмен-спортсмен, колол себе все-все-все, и когда у него возникла какая-то проблема, спрямо возникает гинекомастия. Когда... Гипертрофия, увеличенная железа. Есть ложная, это когда за счет объема, да, то есть человек лишний вес набирает, это вообще ерунда. Похудел, все ушло. А есть именно, когда в структуре грудной железы формируется железа, там, где она не должна быть. По структуре похожая на молочную. Железистые клетки, они рецепторные, и на них действуют гормоны. Когда человек себе, особенно спортсмен, любит колоть гормоны, потому что почему-то считается, на них все хорошо растет, да? Ну, наверное, да. Вот. Он же стимулирует это все. И, понятное дело, когда не у всех, опять же говорю, не у всех, у всех индивидуальный подход. И он коло-коло, какое-то образование, я его не видела, ко мне он пришел, когда там уже, извините меня, соска не было, да? То есть он уже такой решил обратить внимание. К сожалению, вот эта, мы скажем так, болезнь для мужчин, она тяжело лечится, То есть там и химия была, и вырезали. Там вырезать даже нечего, Если у женщин есть что вырезать, у мужчины нечего вырезать, да? Но вроде бы в какой-то период, в определенный момент в ремиссию ушли. Ну, сам факт, да? То есть ему нужно было за какое-то время обратиться, когда уже гинекомастия была сформирована, сделать операцию, когда убирают этот участок железы, и, пожалуйста, дальше занимайся тем, что хочешь. Но у них, знаете, как мы же спортсмены, у нас спорт, у меня там, я на бокс, у меня там соревнования и так далее. Опять же, про свое здоровье не думают. Почему рак молочной железы такой распространенную женщину? С чем это связано? Ну, вот, например, рак молочной железы и рак предстательной железы возьмем, потому что это топ что у мужчин, что у женщин. Чаще всего это гормонозависимая история, связанная с гормонами. Очень часто у женщин у нас есть такая история менопаузы, когда мы стареем, как говорится, женский организм постарел, и почему-то женщина думает, эх, ура, все, отмучилась. И все. И забывает про то, что у нее там что-то может быть и так далее и тому подобное. Да, обычно менопауза 50-52, там, сейчас намного раньше стало. Они думают, что у них гормоны не вырабатываются. Ну, это неправда, ребят. Гормоны просто вырабатываются постоянно. За ними нужно следить. Просто снижается фон, да? Конечно, снижается. Есть определенный предел, на который они должны снизиться, да? Но у некоторых, вот, к примеру, сейчас у меня тоже пациентка, ей 68 лет, да у нее есть цироэна больше, чем у меня, да? Ну, естественно, там у нее рак и вырос на этом фоне. Но она как бы не контролировала это. То есть это сбой, опять же, да, организма, когда он должен снизить выработку, а он не снижает. Хотя по возрастным показаниям уже пора. Да, например, очень часто в менопаузе у женщин, у которых есть лишний вес, чаще всего возникает рак. Почему? Потому что гормоны могут образовываться из жировых клеток. Вот и все. Да, у мужчин рак предстательной железы, он связан с избытком тестостерона. А, то есть не... Нет. Казалось бы, наоборот, да? Да, да, да. Нет, с избытком тестостерона. Наша главная задача в чем? Мы снижаем тестостерон, онкология исчезает. Удивительно, правда? Все снижает тестостерон. Снижает тестостерон, у человека всего онкологии нет. Поэтому чаще всего, наверное, встречаются эти заболевания за счет того, что они гормоночувствительны, связаны с гормонами. Все остальное, это общепопуляционный рак, который, ну вот опять же, от тех причин совокупности, которые происходят. Мы обязательно сейчас подробно разберем профилактику, потому что я уверен, слушая нас, люди говорят, так, ну как же его избежать-то? Ну если это не обязательно, да, если это причина не важна, это причина не важна, но как вести себя так, как жить, чтобы никогда он с тобой не случился? Что, ЗОЖ, вот тот пресловутый? Вы знаете, ну это прямо мое отношение к ЗОЖ. ЗОЖ это вообще стиль жизни, я всегда всем говорю. Человек, который раз в сутки ходит в спортзал, это не ЗОЖ, да? Не ест фастфуд. Не ест фастфуд, ходит в зал. Не пьет, не курит. Да, не пьет, не курит, это вас не, ну, к сожалению, не сбережет от онкологии, но в то же время это очень хорошо, что люди этим занимаются, потому что это реально откладывает, наверное, развитие ее. То есть мы должны понимать, что ЗОЖ это стиль жизни, когда ты вот кайфуешь от всего того, что ты там встал с утра, в пять утра побежал, и так далее, и тому подобное, что ты съел там этот огурчик зелененький, ты от него кайфанул. А если насильственный ЗОЖ? Да, естественно, ЗОЖ, это мы сразу возвращаемся к той же теме, что человек, который идет в спортзал, думает, блядь, надо сходить, да, вот, а там еще на тебя тренер носил, говорит, давай, выпадай, и так далее, а ты стресс от этого испытываешь. Ну, ребят, ничего мы ждем с вами, да, то есть ничего хорошего. То есть главное слово сейчас все равно прозвучало, стресс. Стресс, он вообще мать всех пороков. Даже есть такое понятие психосоматика, конечно, я сейчас не буду в это углубляться, целая книжка существует о том, как это провоцирует развитие каких-то хронических заболеваний и так далее и тому подобное, и онкологии в том же числе. Но нельзя это на все на стресс скидывать, ну, ни в коем случае. Но без здорового пофигизма никуда. Конечно. Люди, которые на лайтах, люди, которые ни о чем не переживают, поверьте мне, они реже болеют, чем люди, которые переживают. Ну, хорошо, какая профилактика? Здоровый образ жизни по возможности. По возможности, да. Правильное питание, ну, слушайте, правильное питание, ну, в наших условиях это тяжело, но если у вас есть своя дача, свой огородик, да это же классно, да. А, то есть вы под правильным питанием еще и продукты экологически чистые подразумеваете. Конечно, конечно. Ну, слушайте, как сейчас идешь в магазин, видишь экопродукты, не факт, что это экопродукты, ты не знаешь, откуда они достались. Если это с твоего огорода, ты же знаешь, чем ты это сажал, да, но это раз. Дальше. Обязательно белки, жиры, углеводы в рационе. Многие люди считают, что, например, поменьше белков животного происхождения это тоже плохо. Должны быть и животного, и растительного происхождения. Это сейчас вегетарианцы. Сделали погромче. Да, 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 да. Вегетарианцы, это моя отдельная любовь. Ну, кстати, вот перекос в питании тоже ведь влияет, да? Конечно. Потому что организм не просто так создан. Есть, например, та же самая поджелудочная железа, которая создана для того, чтобы переваривать животный белок. Вспомнимся Стив Джобса. От чего он умер? Он умер от рака поджелудочной железы. Почему? Да он веганом был, он вообще не ел мясо. То есть тоже поджелудочная железа не вырабатывала свою основную функцию. Вот и всё. Вот и приехали, да? То есть животный белок, я не говорю, что нужно постоянно его есть. Он должен присутствовать в организме. Может, это рыба будет. Да пусть будет рыба, да? Но главное, чтобы он присутствовал. Например, те, кто любит поменьше углеводов. Тоже самая поджелудочная железа, она создана для того, чтобы вырабатывать всё это, да? Ну, как без углеводов? Те же самые там жиры, они, например, да это вообще даже не для онкологии. Жиры там для сосудов нужны. Есть правильные жиры, плохие жиры. То есть вот это должно всё присутствовать. Если где-то дисбаланс нарушается, идёт, ну, какие-то изменения в организме. ЗОЖ, питание. Что, физическая активность? Физическая активность. Поменьше стресса. Две руки, две ноги. Всё остальное будет хорошо. Ну и плюс прислушиваться к организму и хотя бы раз в год устраивать... Не хотя бы, а прям раз в год устраивать себе такое небольшое обследование. Это прям терапевту страсти. У меня время, пожалуйста, меня вот по всем пунктам. Да, 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 да. К терапевту подходите, говорите, вот такая ситуация, хочу сделать чекап. Кому угодно придите, все знают, что такое чекап. Да, распространён. Это как бы не только к автомобилю относится. Себя чекапить тоже полезно. Да, я тоже всегда пациенту говорю, надо пройти личное ТО. Техосмотр. Хорошо, тогда на финише нашего разговора, на финише нашей беседы в режиме БЛИЦ, то есть быстрых вопросов-ответов, разберём такие вот основные мифы, которых мы пока ещё не коснулись. Вы говорили о том, что рак кожи, это вот топ, да? Значит, соответственно, загар нет. То есть нельзя загорать без защитного средства ни в коем случае. Но попробуй объясни, это детям, молодым особенно, когда летом хочется... И так у нас лето короткое. Как мне загорать-то? Смотрите, ну, конечно, нет. Загорать можно. Можно. Это даже полезно в каком-то случае. Витамин Д. Витамин Д, естественно. Не только же его употреблять внутрь, да, естественно, загорать полезно. Но, опять же, возвращаясь к нашим людям, у нас либо всё, либо ничего. Либо они сидят вообще к солнцу, никак не вылазят. Либо до хрустящей корочки. Либо, да, ты иногда так тоже ездишь куда-то отдыхать, смотришь и чувствуешь, ну, блин, сейчас она вот, реально с неё сейчас пар пойдёт. Она уже такая чёрная, ещё сверху маслом себя намазала. И как бы время-то два часа, самый час пик, думаешь, ну, ёлки-палки. На самом деле, есть определённое правило, которое мы должны соблюдать. Естественно, на солнышке можно находиться, солнце нам надо. Потому что, ну, мы живые люди, как и растения, как говорится, нам нужно солнце. Но тоже нужно с умом. Если, например, какие-то вот в нашей полосе, даже в нашей полосе, когда летом, лучше всего использовать SPF. Вся косметика сейчас с SPF, им 15 достаточно для нашей полосы. Когда мы уезжаем в какие-то тёплые страны, да, там уже в зависимости от того, насколько они тёплые, ближе к экватору. SPF 50 тоже, опять мы учитываем от фототипа кожи. Есть бледные, есть смуглые, есть такие ребята, есть такие ребята, да. Но вот SPF 50 это достаточно для того, чтобы себя защитить. Патентное дело, если хочется какой-то загар, да, или что-то, ну, с 9 утра до 10, пожалуйста, загорай себе под солнце. Ну, а если вот ты родинками покрываешься, ты вот видишь, что их объём... Вот это самое интересное, да, что все считают, что они покрываются родинками, не факт, это солнечная лентига, от солнышка это не родинки. То есть это не показали, что тебе больше на солнце нельзя? Нет. А если количество, вот после лета, когда ты пересчёт, ведёшь этот учёт и опись своих родинок и понимаешь, что и стало больше, пора бежать к вам? Смотрите, на самом деле, очень часто бывают люди ко мне приходят и говорят, Лиза Тьюрина, у меня столько родинок вообще, мне нужно каждого посмотреть. Раздеваешься человек и думаешь, где эти все родинки, да. На самом деле, это не родинки, это солнечная лентига, это поверхностные такие пятнышки коричневого цвета, которые никогда не озлагочисляются они с вами на протяжении всей жизни, потому что, когда мы, например, покупали в солёной воде, такие вышли, солнышко на нас падает, мы ещё не успели намазаться кремушком, добежать, да. А что происходит? Мини-ожоги. Да, за счёт того, что солёная водичка, она преломляет свет. И иногда очень часто говорят, ой, веснушки, там, крапинки и так далее. Это безобидное состояние. Надо обращать внимание на те родинки, которые вот прям тёмно-коричневого цвета, очень часто с рождения, очень часто заблуждение, типа, ой, ну из-за этого у меня с рождения, с ней ничего не происходит. Вот, вот эти вот родинки самые такие опасные. Их нужно, если она огромная, лучше закрывать её, да, от солнечного воздействия. Либо очень хорошо мазать исповедов кремом, да. Ну, чаще всего, кто знает, закрывают. Либо наблюдать её, наблюдаться за ней. То есть загорать можно, но правильно. Но правильно. Да, и думая о том, что не надо хватать больше солнечного этого света, чем ты можешь переварить и усвоить. Всё верно. Просто мы как, целый год копим на этот отпуск, приезжаем и думаем, ну уж за неделю я так загорю, что до следующего лета хватило. Хорошо, вот к этим родинкам давайте поподробнее присмотримся. Если я эту родинку, не дай бог, сковырнул или что-то такое, да, ещё говорят, не трогай, не крути, не удаляй, вот удалишь одну, они начнут расти в 10 раз быстрее. Нет, всё это не так. На самом деле, да, любая травматизация любого образования, не только родинки, она может дать, конечно, рост. Но и не всегда, да. Иногда мы очень часто вот у людей, господи, на спине столько всяких образований, он вертится в постель, естественно, он её травмирует. Ничего не происходит, ничего не растёт. Тут бывают такие нюансы, да, если человек приходит, говорит, Лиза Тьюрина, травмируйте, мы её удаляем. Если растёт? Если растёт, тоже удаляем от греха подальше. Любая какая-то, есть определённая динамика, да, там, рост, изменения, лучше убрать. Я вообще такой, знаете, радикалист, я говорю, если есть какие-то образования на теле, да, более там, одного сантиметра, тёмно-коричневый, их легче убрать, чтобы о них не думать, да, динамически наблюдать, да не каждый сможет раз в год приходить показываться. Убрал, сделали гистологию, доказали, что там никаких клеток не осталось, всё хорошо, всё отлично, всё, живи себе спокойно. Выращивай новые родинки или что-то ещё. Поэтому, если что-то там травмируется образованием, можно что сделать? Либо динамически наблюдаешь самостоятельно, смотришь, изменяется, не изменяется, либо лучше всего подойти к врачу, либо к драматологу, либо к онкологу сказать, вот такая ситуация, что с этим делать. Мы всегда предлагаем два варианта. При дерматоскопии такой метод исследования, когда мы несколько раз увеличиваем родинку и визуализируем, никаких признаков таких страшных нет. Я ему говорю, можно понаблюдать, через три месяца приходите, мы смотрим, либо удаляем. Ну, чаще всего люди соглашаются на удаление, потому что удалил, забыл всё, со спокойной душой. То есть, если растёт или меняет форму, текстуру, это срочно идти показывать? Да, показывать. А если не беспокоит, пусть живёт с вами, как жила до этого. Да, всё верно. Алкоголь? Ну, алкоголь, конечно, это вредно, нельзя злоупотреблять. Но, живя в этом современном мире, если человек, я не знаю, стакан вина в неделю выпивает, выпивает, ну, ничего с ним не случится. Да, ну, если, конечно, он каждый день там по три бутылки вина выпивает, тут есть печень, тут есть желудок, то есть, есть желудочно-кишечный тракт. Это, может быть, раньше что-то сломается, нежели рак возникнет, если столько выпивать. Конечно, там язвенная болезнь какая-нибудь откроется. Ну, а сигареты? Сигареты, да. Даже, знаете, как неактивное курение, вот активное курение чаще вызывает рак гортания, не рак лёгких, а рак гортания. А вот пассивное курение, если у тебя кто-то в семье курит, и ты постоянно дышишь вот этим, вот это рак лёгких, чаще всего. Ну, то, что это вредно, это понятно. Да, конечно. К Минздраву не ходи. Это да. Надо просто осознать, прийти к этому голове. Знаете, тоже такая история, когда люди приходят, уже у них стаж там 50 лет и не курят, заставить их бросить, это невозможно. Ты же думаешь, ладно, курить, только это. Береги себя и проходи обследование. Да, ну, невозможно. Там, особенно мужчины, они даже после вот рака гортания, они всё равно продолжают курить. Всё равно продолжают курить, но уже через страхиостомическую трубку, но они курят. Караул. Но они не могут, всё. Сила привычки, да? Да, всё. Ну, вот они вот привыкли, им это нужно. Они так стресс снимают, я не знаю, что ехать. Фастфуд. Ну, конечно, фастфуд это плохо. Во-первых, это плохо, потому что там вот эти все... Чипсы. Конечно. Ну, что там... Понимаете, вот это фастфуд, чипсы, шоколад, вот всё, что вот это, знаете, такая... Напитки газированные. Да, с сахарат. Вкусненько. Да. Но, опять же, человеку запрещать что-то, он это будет делать. Никто не запрещайте никому. Просто это не должно входить в такую привычку, что каждый день у меня там Биг Мак или что-то такое, да, плюс я ещё это как уколу и всё запиваю. Нет, ни в коем случае, да. То есть побаловать себя можно, но если это на постоянной основе, ребят, ну, конечно, что-нибудь другое. Да там ожирение начнётся, да. Или, например, неправильно будет работа желудочно-кишечный тракт, а оттуда уже поплывёт. Не сразу же онкология вырастет, да, а что-то будет какой-то сбой системы. Сам человек понимает, что... Лишний вес ведь это провоцирует. Естественно. Да, это провокатор. Конечно. Да, конечно. Ну, это, как я говорила, например, у женщин лишний вес, например, в менопаузе, это риск выработки гормонов. У мужчин то же самое, да, то есть лишний вес, это риск выработки тех же самых женских гормонов. Который нам совершенно ни к чему, да. И ещё один момент, который я не могу не обсудить, это народные средства. Народные и инородные средства, к которым люди прибегают по разным причинам. У кого-то просто нет денег на лечение, да. Кто-то внушаем, считает, что доктор ничего не знает, не понимает, пойду-ка я вот огурцов нарву и приложу, и всё сразу будет хорошо. Что вы можете сказать таким людям? Ой, я даже не знаю, что сказать таким людям. Вообще что-то они поймут от этого, или нет, да. Ну, возможно. Я всегда говорю, ребята, хотите подорожникам лечиться, лечимся подорожником, но параллельно лечимся то, что я вам написала. Ничего страшного не будет, прикладывайте этот... Хотите куркуму? Вот это топ. Средство, да? Да, да, да. От онкологии? Хотите куркуму прикладывать? Да, на здоровье прикладывайте, только параллельно мы с вами пьём какие-то ещё лекарства, которые я вам назначу. А её прикладывают? Они её прикладывают, замачивают, пьют вовнутрь, что они только с ней не делают. Всякие листочки и так далее. Это доказано? Да, конечно, нет. На прощание, напоследок, пожалуйста, скажите людям... Ведь самое важное, о чём мы на протяжении этой беседы, к чему мы не раз уже обращались, это очень настрой правильный, да, понимание, что надо работать вместе, в одной связке, идти к результату, ни в коем случае не складывать лапки, если что-то случилось. Что вы там обычно вы пациентам говорите, если они слышат в свой адрес это слово, да, онкология? Что вы им говорите? Ну, тоже зависит от человека. Я всегда говорю, мы с вами работаем в команде, если вы готовы лечиться, мы вас вылечим. Мы вас не бросим, ни в коем случае, главное, чтобы вы были готовы. Если человек готов, то это даже научно доказано. Хороший настрой человека реально увеличивает шансы на вылечивание. Поэтому, когда звучит такой диагноз рак, ни в коем случае не опускаем, как вы сказали, лапки, да, а только даём себе денёчек поныть, расслабиться, поплакать, со всеми обсудить и вперёд, и в бой. К счастью, всё это лечится. Это самое важное, что я хотел от вас услышать. К счастью, всё это лечится, дорогие друзья. Поэтому, если есть какие-то у вас вопросы, а вопросы 100% есть, да, вы всегда можете их задать врачам 8495-777-4849. Это как раз онкологический центр СМ-клиники. Правильно я запомнила? Всё верно. Любые вопросы, любые сомнения, любые подозрения, всё это лучше задать не интернету, не другу, не подруге, а доктору, который несёт за это ответственность, который со полной уверенностью сможет все вот эти ваши сомнения развеять. Всё так? Всё верно. Елизавета Юрьевна, спасибо огромное за беседу, спасибо за то, что в таких лёгких и доходчивых выражениях и терминах вы смогли обрисовать достаточно большую проблему, с которой сталкивается, если не каждый, то огромное количество наших слушателей. Я вас благодарю. Спасибо. Да, до следующих встреч. Я знаю, что тема онкологии, она огромная и уникальная, поэтому нам всегда будет о чём поговорить. Здоровья вам, прежде всего. Спасибо большое. Для того, чтобы дарить здоровье своим пациентам, это очень важно. Спасибо всем, кто слушал нас. Это подкаст «Здоровье по-русски». Будьте, пожалуйста, здоровы и берегите себя. Пока. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.